Дарья Тарасенко С травмами она доставлена в Краевую больницу. Состояние пострадавшей врачи не комментируют. Однако известно, что квалифицируется оно как тяжелое. По словам очевидцев, автобус переехал женщине ноги. По данным новостей ТВК, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, а сам водитель имеет общий стаж около пяти лет. По данным ГИБДД, женщина вышла из автобуса 83 маршрута и направилась вдоль проезжей части, когда на нее наехала маршрутка. Что конкретно произошло, оступила женщина или шофер, выбрал неправильную траекторию, пока неизвестно. Все обстоятельства происшествия выясняют дорожные полицейские. Напомню, буквально два дня назад на Мира женщина попала под колеса автобуса 76 маршрута. Тогда сообщалось, что она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, автобус завершал маневр и зацепил ее. Расследование до сих пор продолжается. Как пояснили сегодня новостям ТВК в департаменте транспорта, всем перевозчикам сейчас направлены письма с требованием провести дополнительный инструктаж с сотрудниками по безопасности дорожного движения. В чем причина ДТП с автобусами и пешеходами? Эту тему обсудим сегодня в 20.30. Как вы считаете, такие ситуации происходят из-за некомпетентности водителя или, может, из-за невнимательности пешеходов? И как повлиять на ситуацию? Звоните 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или пишите в вайбер и ватсап по номеру 8923-165-45-00. И еще о происшествиях на дороге. Целая семья погибла на трассе в Рыбинском районе. 28-летний мужчина с ребенком и женой в салоне кроссовера выехал навстречу и столкнулся с бензовозом. В момент ДТП попал на видеорегистратор. Видно, как автомобиль заносит на повороте и вырезается в спецмашину. В салоне иномарки на тот момент находилась супружеская пара с трехлетней дочерью. Как отмечают в ГИБДД, девочка была на заднем сидении без детского кресла. От полученных травм она скончалась на месте. Глава семейства умер по пути в больницу. Позже в больнице скончалась его супруга. На данный момент в госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, а также напоминают водителям. Нужно учитывать погодные условия и не забывать про детские удерживающие устройства, которые могут спасти ребенку жизнь. И теперь к другим темам. В новостях ТВК стартовал проект «Большая уборка». Принимать сообщения от жителей с информацией о грязных газонах и неубранном мусоре. Мы начали еще на прошлой неделе. А сегодня первые заявки на уборку стихийных свалок мы передали коммунальщикам. Этим занималась моя коллега Татьяна Стрельцова. Она сейчас в студии. Таня, расскажи информацию по каким адресам ты уже направила в управляющие компании. Да, Даша, для начала я хочу сказать, что жители Красноярска продолжают активно присылать нам адреса, где очень грязно. За неделю мы получили от горожан около 200 сообщений о дворах и газонах, заваленных мусором. Пишут жители абсолютно разных районов города, от Академгородка до Солнечного. Много сообщений приходит и с правобережья. На нескольких адресах мы сегодня побывали и убедились в том, что в некоторых дворах действительно можно обнаружить буквально мусорные залежи. И сюжет об этом я предлагаю посмотреть прямо сейчас. Старый диван, ковер, пакеты и битое стекло. Такую мусорную композицию можно наблюдать за домом номер один по улице Заводская. Кстати, находится это все рядом с берегом качи, который тоже усеян мусором и находится в крайне неухоженном состоянии. Тут все время грязно. Вот эта кача, вот внизу, если пройти, по склонам, особенно эта сторона, вообще она завалена вся. И никто никогда не убирает? Некая, оценит. Это еще вот недавно прибрали, было ужасно. Не пройти вообще здесь. Вот ступить даже страшно было рядом, пройти просто. Так это еще сегодня ладно. А то бывает и головы свиные. Все, честное слово, суворовского что ли везут вообще невозможно. Кошмар. По словам местных жителей, проблема на улице Спортивная возникла из-за того, что несколько окрестных пятиэтажек обслуживают разные управляющие компании. И коммунальщики не могут договориться между собой, кто должен очищать территорию от отходов после вывоза мусора. Газон за домом на улице Говорова 50А вполне можно принять за полноценную помойку. Такое чувство, что люди выбрасывают сюда отходы вместо того, чтобы донести их до мусорного контейнера. А ноготворника здесь никогда не ступало. Что за народ стал, не знаю, понять не могу. Вот рядом мусорка вынесли, могут и там пакет бросить. Где угодно. Люди стали такие разбалованные. Не знаю, почему. Как нам удалось выяснить, за все эти три адреса отвечает ГУК «Жилфонд». Сегодня специалистам этой управляющей компании мы направили заявки. Обязательно проследим за тем, чтобы в ближайшее время эти участки были приведены в порядок. Мы также обратились за комментарием в департамент городского хозяйства. Там нам пояснили, кто должен убирать территорию перед мусорными баками. Как правило, это обязанность человека, который приезжает этот мусор вывозить. Если эти требования не соблюдаются, нужно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы они предъявили претензии или чтобы услуга не была оплачена. Если такого не происходит, то никак управляющая компания, например, не реагирует на ваши просьбы, значит, нужно обращаться в администрацию своего района или в строительный надзор. Что касается мусора на территории, за которую не отвечает ни одна управляющая компания, то его уборкой должны заниматься районные администрации. И именно туда жителям в таком случае нужно обращаться. А я добавлю, что проект «Большая уборка» продолжается. И если коммунальщики не реагируют на ваши обращения, то отправляйте нам сообщения с адресами, а также прикрепляйте к ним фотографии и видео. Все присылайте в Viber или WhatsApp по телефону 8 923 165 45 00. Либо загружайте фотографии в специальном альбоме в группе ТВК-6 ВКонтакте. Также можете заполнить форму на сайте tvk6.ru. А уже завтра в очередной серии проекта «Большая уборка» мы покажем, в каком состоянии в Красноярске находятся уличные урны и кто должен за ними следить. Даша. Да, спасибо, Таня. Мы-то следить за этой историей будем. Продолжение проекта смотрите уже завтра. А мы продолжаем. Горы мусора, разбитые дороги и некачественная охрана – это основные проблемы красноярских кладбищ. И в преддверии родительского дня специальная комиссия от администрации города решила проверить, что необходимо сделать в первую очередь. Сегодня священнослужители, депутаты и городские власти приехали на Бодолык. Плановые захоронения там сейчас не проводят, но именно сюда, например, на родительский день приезжает больше всего горожан. Для них необходимо обеспечить доступ к воде и уборку мусора. Кроме того, в этом году власти обещают более качественно продумать логистику передвижения людей и даже попытаются упорядочить работу торговцев. Комиссия за эту неделю планирует посетить и остальные погосты города. Попечительский совет проводит выездное заседание для того, чтобы проконтролировать, а также, понимая, что впереди все равно еще остается неделя, дать какие-то указания управлению дорог, инфраструктурой и благоустройством, которые являются заказчикам по текущему содержанию погостов города, для того, чтобы они точечно решили те или иные проблемы, которые будут сегодня выявлены, если таковые имеются. Клещи наступают. На прошлой неделе в Красноярске зарегистрировали 7 случаев присасывания клещей. Как отмечают в Роспотребнадзоре, контакты с членистоногими зафиксированы в Солнечном и Зеленой Роще, а также в окрестностях заповедника Столбы. Еще 8 случаев отмечено в районах края – в Ирбийском, Шушенском, Ермаковском, Емельяновском, а также в городе Дивногорск. Специалисты отмечают самый надежный способ уберечь себя – сделать прививку. В экстренных случаях периоды между вакцинациями могут сокращаться до двух недель. В случае присасывания необходимо проверить клеща на возбудители опасных заболеваний. На ваших экранах пункты приема, где могут исследовать клеща, они находятся на сопочной 38 и 26 бакинских комиссаров 29. Необходима предварительная запись по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. И как защититься от клещей, сколько сейчас стоит страховка, и какие участки в городе будут обрабатывать от опасных паразитов – об этом поговорим в программе «После новостей» в 20.45. Сегодня гости Ильи Зайцева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по краю Галина Дмитриева и начальник управления продаж страховой компании «Надежда» Светлана Малыгина. В Красноярске проходит дачная выставка. Какие растения сейчас на пике моды, расскажем через 6 минут. А через 3 минуты прогноз погоды на неделю. Вы смотрите новости ТВК, мы продолжаем выпуск. На помощь Красноярску позвали Леонардо Ди Каприо. Вот такие плакаты с изображением известного актера прислали нам жители города. Заметили их на Копыловском мосту. На них Ди Каприо призывают, цитата, «спасти Красноярск от угля». Отметим, что актер активно борется за сохранение экологии во всем мире. Недавно состоялась премьера документального фильма «Спасти планету». В нем Ди Каприо выступил в роли продюсера. Еще один необычный билборд красноярцы сфотографировали на проспекте Свободной на железнодорожном мосту. На нем изображена яхта с красно-белыми мачтами в виде дымящих труб. Подписан плакат, цитата, «эту яхту оплатил Красноярск». Добавим, что спустя несколько часов ироничные плакаты Свядуков исчезли. Химикаты на частной территории остались, а кто за ней следит, неизвестно. Напомню, на прошлой неделе новости ТВК обнаружили ртутные термометры и бутылки серной соляной кислотой, а также с аммиаком на территории целлюлозно-бумажного комбината. Тогда новости ТВК обратились в Министерство природных ресурсов, которое направило за комментарием в Росприроднадзор, мол, это объект федерального надзора. Там, в свою очередь, отметили за ЦБК, они не отвечают с тех пор, как комбинат обанкротился. В итоге ведомства определились, так как завод опасный производственный объект, следить за ним должны в Ростехнадзоре. Там, в свою очередь, пообещали разобраться, кто виноват и что делать. И сегодня ведомства ответили, что ЦБК опасным объектом не считается, так как Ростехнадзор следит за предприятиями, где количество опасных химических веществ превышает несколько тонн, а на ЦБК их значительно меньше. Тем временем замок на воротах комбината так и не появился, и пройти туда может любой красноярец. А теперь к погоде. Теплое и урожайное. Именно таким, судя по народным приметам, будет лето в этом году. Специалисты проанализировали погоду в вербное воскресенье и рассказали, что красноярцев ждет большой урожай грибов, а еще теплые, но ветреные летние дни и ночи. А вот подробнее о погоде на эту весеннюю неделю расскажет специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Он на связи со студией. Добрый вечер, Иван. Когда закончатся заморозки? Добрый вечер. Можно сказать, что они уже закончились, по крайней мере, на этой неделе. Мы их не ожидаем. Возможно, они только появятся лишь в самом конце недели, а возможно, в начале следующей. Но пока ожидаемое раннее потепление, оно хоть и опаздывает, но все равно случится. Можно сказать, что оно уже началось. Сегодня наша территория находилась под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Относительно безоблачное небо все-таки обеспечило довольно существенный дневной прогрев. По данным метеостанции на Копылово, температура воздуха повышалась до плюс девяти. Завтра, более того, мы попадаем в юго-западные воздушные массы. К нам прорвется теплый казахстанский воздух. Потепление начнет нарастать, но, скорее всего, уже завтра оно и достигнет максимума этой недели. Сегодня ночью еще прохладно, но уже со слабым плюсом. А завтра днем ждем без осадков и до плюс пятнадцати в тени. В дальнейшем со среды по субботу на нашу погоду начнут влиять северо-западные циклоны с системой атмосферных фронтов. Ветер сменится сначала на северо-западный, затем будет с западного направления. Временами он может усиливаться, но не достигая неблагоприятных значений. Небо уже будет преимущественно пасмурным. Время от времени возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в городе в эти дни будет колебаться по ночам около плюс двух, плюс пяти градусов. А в дневные часы будет понижаться от плюс тринадцати в среду до плюс десяти в субботу. Надо сказать, что такой температурный режим на это время будет превышать на шесть-восемь градусов средние значения. И вот только с самого конца недели над нами вновь повысится атмосферное давление, из-за чего осадки прекратятся. А вот дневной прогрев начнет нарастать. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Дарья. Спасибо, Иван. А мы продолжаем выпуск. В Красноярске вновь заговорили о комплексном благоустройстве Левобережной набережной. Речь идет об участке от регистрационной палаты до реки Кача. Возможные планы обсудили на заседании общественной комиссии по развитию городской среды. Основная идея, по словам властей, возможность жителям самим выбрать участок, который необходимо привести в порядок. Оказалось, что согласно опросам, большинство горожан выступает именно за благоустройство набережной Несея. В связи с этим в администрации планируют выделить большую часть денег из целевой федеральной программы на этот участок. Тем временем, как именно изменится набережная, планируют также спросить у жителей и специалистов. На слушание приглашают всех желающих, адреса и время сейчас на ваших экранах. Добавлю, что необходима предварительная запись по телефону 223-00-29. А в центре города, на улице Хады-Лебедевой и Коммунистическая, вместо аварийных двухэтажек, может появиться высотный жилой дом. Департамент градостроительства решил выставить этот участок на аукцион. Продать его планируется по программе развития застроенных территорий. Сейчас на этом месте находятся 8 ветхих домов. В них проживают 39 человек. Победитель торгов должен будет предоставить жилье всем переселенцам. На месте снесенных бараков может появиться только один жилой дом. Рододендрон, сельва и черный абрикос. Все это последние тенденции моды. Вот только речь не об одежде, а о садоводчестве. Все новинки дачного сезона представили на ярмарке в МВДЦ Сибирь. О том, какие растения сейчас на пике моды, расскажем в сюжете далее. Можно сказать, что это весенний тренд всего Красноярска. Константин, сегодня главный модный критик. Вот только подбирает он не одежду, а рассаду. Молодой человек рассказывает, сейчас все чаще растения выращивают не ради плодов, а для того, чтобы удивить соседей. Если есть у вас приусадебный участок, с него создать маленький уютный райский уголок, это стало хитом в тренде. Рододендроны, или азалии, или эльфийские дерева их называют, которые цветут шикарными соцветиями. Вот разными цветами. А из хвойников это голубые ели, они всегда остаются в тренде. Актуально в этом сезоне рассказывают специалисты и фрукты гибриды. Например, новый сорт смородины размером с перепелиное яйцо. А еще гибрид абрикоса ЛЧ, черный абрикос. У него медовая, желтая, вкуснейшая середина, которая прям песня-сказка. Один саженец стоит около 700 рублей. Еще один популярный среди дачников гибрид – земклубника. Ягода его доходит и до 7 сантиметров. Еще один сорт земляники – фурор – можно выращивать прямо в горшках. У меня двое детей, и дочь у меня очень любит землянику. Естественно, она хочет эту землянику получить к Новому году, к 8 марта. Стоит просто бешеных денег. Я ее выкапываю в горшок, в погреб на месяц. Из погреба это все вытаскиваю где-то в ноябре месяце и выставляю уже на подоконник. Полтора-два месяца максимум – земляника уже готова. За один куст такой земляники на ярмарке просят 200 рублей. Покупатели не скупятся. Рассказывают, приобретают все, что понравилось. Купила я сливу черную, самая пыляющая. Малина тороса – это малина дерева. Лаванду, картошку, многолетники различные. Кроме того, на выставке проходят различные мастер-классы. Например, вот здесь, возле контактного зоопарка, вам расскажут о том, как ухаживать за домашними животными и как правильно их выбирать. Здесь их можно еще и купить. Вот, например, такой малыш обойдется вам в 5000 рублей. Работает выставка с 10 по 12 апреля с 10 утра до 8 вечера. Стоимость билета – 120 рублей, а для пенсионеров – 70 рублей. Алена Крешининикова, Александр Тропин. Новости ТВК. Были билеты по 7 тысяч, а сейчас семья из трех человек дешевле, чем за 80 тысяч туда и обратно, не слетает. Крым стал недоступнее для бюджетного туриста. Эксперты туристического рынка говорят, что это направление для многих теперь будет вовсе потеряно. Билеты по спецценам, которые в прошлых летних сезонах были доступны всем, теперь продают исключительно льготникам. К тому же в список предложений этим летом возвращается Турция. Уже в конце апреля туда полетят первые чартеры из Красноярска. В эфире ночных новостей. Сегодня обсуждаем, как изменится спрос на Крым в сложившейся ситуации. А вас спрашиваем, что выбираете вы – подорожавший зато свой Крым или бюджетный отдых в Турции. Ваше мнение и ваши аргументы в поддержку того или иного направления пишите уже сейчас по номеру 9020 с пометкой ТВК в группе ТВК ВКонтакте, а также вайбер, ватсап и телеграм номер 8923 165 45 00. Через две минуты в Красноярске ищут дом для медвежат. Их мать застрелили браконьеры в Козульском районе. А через 10 минут начнем обсуждать главную тему – безопасность на дорогах. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Конный клуб ищет хозяев для медвежат. Они стали жертвами охоты браконьеров, которые убили их мать. Пока детеныши временно находятся в конюшне, но долго быть там они не смогут. Виктория Лопатайте подробнее. По четыре раза в день из бутылочки, как маленьких детей, сотрудники конюшни выкармливают медвежат. Они появились здесь в субботу, а до этого были одни в берлоге, в 130 километрах от Красноярска. Я наткнулся на берлогу. Там берлога рядом лежала. Когда я их первый раз обнаружил, наверное, в сутки, может быть, двое прошло. А поехал выбирать в субботу. Вот уже получается, где-то в суток четверо они там пробовали. Они столько времени были без еды. И, естественно, они такие, ну, как крелые были. То есть я их, когда Света принес домой, мы их покормили, они сразу и ожили маленько, давая полду. Сейчас они бодрые, сытые и резвые. При виде человека то и дело цепляются за ноги. Даже наша съемочная группа столкнулась с различными препятствиями. Вот это самый спокойный из медвежат. И видно даже по его поведению, что ребята достаточно активные. Их обнаружили в Козунке местные жители и без матери. Они бы просто погибли, поэтому им ничего не оставалось, кроме как привезти их сюда. Именно здесь искать помощи. Привезли их сюда не случайно. У этого конного клуба уже есть опыт спасения. Зимой прошлого года сотрудники «Храброго сердца» приютили брошенных цирковых животных, среди которых было три медведя. Эта история закончилась благополучно. А вот чем закончится история трех маленьких диких медведей, пока неизвестно. Конечно же, пока они маленькие, мы их содержим. Но желательно, конечно, хотим пристроить в хорошие руки. В цирке, в зоопарке. Частные руки не хотелось бы отдавать, потому что неизвестна будет судьба этих медведей. Обращались к ручей, там нам отказали, не стали их брать, потому что репеста нет. Ну и так, просто по объявлениям частные лица звонят, но пока их забрать нет. Если вы знаете, где есть потребность в трех активных медвежатах, звоните по телефону конного клуба 288-10-37. Виктория Лопатайте, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Госдолг Красноярского края становится меньше. По данным Министерства финансов, на 1 апреля объем задолженности оценивается почти в 100 миллиардов рублей. Напомню, 1 февраля эта сумма превышала 105 миллиардов. Цифра уменьшилась за счет погашения части бюджетного кредита. Тем временем, большая часть объема, это свыше 60 миллиардов рублей, приходится на государственные ценные бумаги. Гасить долг по ним придется до 2023 года. В сравнении с этим, задолженность по банковским кредитам смотрится не так существенно, около 10 миллиардов рублей. При этом и тут платежи расписаны до 2020 года. Несмотря на это, в Министерстве финансов края обещают дальнейшее снижение государственного долга, в основном за счет выплаты по банковским кредитам. Более 5000 участников из 20 стран мира. Именно столько гостей ожидают организаторы Красноярского экономического форума. Об этом мы не только рассказали на пресс-конференции, которая состоялась накануне в Москве. Подробности прямо сейчас. Уже 14-й по счету и каждый раз уникальный Красноярский экономический форум в этот раз посвящен развитию страны до 2025 года. В повестке также социальное и технологическое развитие не только региона. Власти говорят, КЭФ – это возможность для края получить дополнительные инвестиции. И 15-й год, и 16-й год инвестиций в край России. Целый бассейн сокращает, в Красноярском крае росли. Уже 16-го года объем инвестиций составил 420 биллиардов рублей. Это примерно 27% объема валов регионального продукта. Это показатель очень серьезный. Мы получили очень много новых мощностей, которые позволяют экономике расти. В Красноярске в этом году ждут более 5000 гостей из 20 стран мира. Это эксперты российского и международного уровня власти, научное сообщество и общественные организации. По словам министра экономического развития страны, именно итоги этого форума лягут в основу комплексного плана развития, который правительство представит президенту в конце мая. Четыре группы связаны с социальным блоком. Это и достойное благорессие, это обсуждение системы социальных побеждений и населения, образование и терроризация потенциала граждан, и активное благорессие, это связано с государственным хранением. Первый день форума традиционно будет молодежным. В этом году его главная тема – экологическое оздоровление страны. На второй и третий день запланированы различные дискуссии. Ну а завершится работа КЭФ итоговым пленарным заседанием, где будут сформулированы новые задачи повышения эффективности качества управления. И масса нюансов, которые сопутствуют тому или иному варианту дальнейших действий, когда находили больше людей, в том числе от земли, что называется, работающих в ответных организациях, ведущих разный бизнес, работающих в социальной сфере. Добавим, кроме основной программы, в рамках КЭФ пройдет конференция «Сибирский плацдарм», на которой будут обсуждаться важнейшие задачи именно Сибирского округа. Напомним, форум пройдет с 20 по 22 апреля. Захар Письменных, новости ТВК. Когда можно получить консультацию судебного пристава и где в Красноярске может появиться многоуровневая парковка, расскажем в потребительских новостях. Я работаю здесь 36 лет. 22.01.69 и 22.01.21. Следующая новость. На улице Железнодорожников появится многоярусная парковка. Участок выставлен в Антарге администрация Красноярска. Сейчас чиновники ищут арендатора для площади почти в 2000 квадратных метров. Согласно документам, там должен появиться многоэтажный гараж-стоянка. Добавлю, что сдается участок на 3 года и 2 месяца. Первоначальная цена аренды более миллиона рублей в год. Примерить на себя свою новую квартиру. Такая возможность появилась у красноярцев, которые мечтают поселиться на взлетке. В монолитной 25-этажке открылся шоу-рум. Это полностью обставленная квартира, где легко можно представить, какой она будет после заселения. Подробности в сюжете далее. Окруженный парками, островом Татышево и спортивной ледовой ареной. Такой вид открывается с высотки, расположенной в самом центре взлетки. Сегодня посмотреть квартиры новостройки пригласили и красноярцев. Дмитрий с дочкой среди первых посетителей презентационной квартиры оценили и планировку, и мебель. Ну, понравилась интересная планировка. Там гардеробная комната, большая кухня, здесь светло. Вид хороший получается на Енисей. Ну и вот будет строиться арена, здесь будут проходить игры в 2019 году. Будет благоустроенный парк. Хорошее место. Чистовая отделка и удобная планировка – все это можно оценить уже сейчас. Толщина межкомнатных стен на целый кирпич. Со временем во дворе появится подземная парковка и детский сад. Точечной застройки в этом месте уже не планируется. Поэтому удачное расположение – особенность этого жилого комплекса. Так как арена «Север» находится в шаговой доступности от нашего жилого комплекса, естественно, многие родители смотрят на этот факт, обращают на него внимание, потому что любого ребенка можно будет приводить на секции, на дополнительные занятия, недалеко от дома. То есть не тратя время в пробках и беспокоясь, где ваш ребенок находится в данный конкретный момент. Дом номер три, в котором находится презентационная квартира, будет готов к заселению уже этим летом. А сдача второго дома планируется в декабре. 1 апреля стартовала акция «У нас тоже есть дети». Скидка 1% на каждого вашего ребенка при покупке квартиры в жилом комплексе «Новая панорама». Базовая скидка в 2% остается в силе. Думаете о будущем? Звоните 298-90-05. Тему безопасности на дорогах. В чем причина ДТП с автобусами и пешеходами? Как вы считаете, такие ситуации происходят из-за некомпетентности водителя или, может быть, из-за невнимательности пешеходов? У нас есть первый звонок в студию. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете говорить, что вы думаете? Вы знаете, конечно, я езжу каждый день в центр города и хотелось бы, конечно, сказать нашим пешеходам. Дорогие пешеходы, вы нарушаете правила. У нас вообще сегодня по улице Ленина у нас гуляют люди. И даже там, где не стоит переходить, даже нет знака пешеходного перехода, у нас почему-то умудряются наши граждане прийти или идти навстречу вообще нашим водителям. Я не скажу плюсы и не поставлю плюсы, конечно, нашим автобусникам, которые, может быть, ездят, конечно, не очень хорошо. Ну и нашим все-таки пешеходам дорогим нужно наблюдать, куда они идут, зачем они идут. Потому что у нас очень много пешеходных переходов, где не могли бы переходить дороги. Сама я являюсь тоже водителем. А как вы думаете, почему? То есть потому что пешеходов меньше наказывают? Да, я считаю, что вообще у нас в последнее время не обращают внимания вот на эту форму общения с водителями и пешеходами. Причем завсегда у нас виноваты водители. Не скажу, что мы хорошо водим машины там, ну не могу. Есть и такие, что невнимательные, не пропускают. Но граждане наши, особенно, вот я честно вам говорю, я езжу каждый раз, каждое утро по Ленина. У нас граждане гуляют на дорогах. Спасибо за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы думаете? Я вот думаю, даже вот по этому 83-му маршруту. Я являюсь пассажиром этого 83-го маршрута. Несколько раз я обращалась к самому хозяину. Я не единожды даже обращалась к вам. Это какой-то беспредел творится на 83-м. Они гоняют с такой силою, там вот эти граждане, как их даже не знаю, как их назвать. С ближнего зарубежья. Да. Вот. Они, во-первых, графика не соблюдают. 361-й автобус. Я букву там не знаю. Это что-то нечто гоняют. Потом я как-то ехала с работы на 83-м автобусе. Мать с ребенком выходит. Ребенок выскочил. Женщина беременная. Он закрывает двери. Мы думали, что там ребенка раздавит. И поэтому я не удивлюсь, что сегодня произошел такой случай. Никакой не пассажир. Это только на 83-м. Хозяин никаких мер не принимает. Он начинает ему звонить, он начинает сам же тебя оскорблять. Спасибо за ваше мнение. Ужесточить нужно контроль. Я так поняла. Спасибо за ваше мнение. Сейчас давайте послушаем, что пишут наши телезрители в социальных сетях. Захар Письменных анализировал сообщение. Захар, тебе слово. Да, здесь мнения точно так же разделились. Большинство говорят о том, что действительно многие водители автобусов у нас не всегда соблюдают правила дорожного движения. Но при этом и пешеходы достаточно часто нарушают. Вот пример, несколько сообщений. Маршрутки, конечно, носятся на перегонки. Но и пожилые люди ходят, где им вздумается, еще и водителей ругают. Вот такое сообщение. Следующее. Вы не видели, что творится на правом берегу, например, на Красноярском рабочем, когда гоняют автобусы. Здравствуйте. Раньше не так много было автобусов, но все водители были профессионалы. Сейчас очень слабая подготовка водителей и требования работодателей просто смешны. Это такие сообщения у нас в Вайбере. Давайте ВКонтакте несколько прочитаем. Есть еще и вина пассажиров, которые всегда сидят до последнего, а когда двери закрываются, они резко встают, и им надо именно в этот момент, когда двери закрываются, выпрыгивать. Скорее всего, водитель быстро закрыл двери, это про конкретные случаи, и поехал. Они спешат, а о пассажирах не думают. Виноватые пассажиры и водители, всем нужно быть внимательнее и думать, когда что-либо делаешь. Если бабушка шла вдоль линии автобуса, то сама виновата. Водитель, который на днях попал в аварию на трассе, выехал на встречную, тоже сам виноват. Еще несколько сообщений. Тут уже ругают водителей, говорят о том, что они совсем, цитата, с ума посходили. За рулем непонятно, кто сидит, и людей возят, как арбузы, на своих раздолбанных автобусах. Пишут так. Большинство водителей не проходят практически никакой подготовки. Отсюда и такие случаи. Давайте еще несколько сообщений из Вайбера прочитаем. Пишут нам о том, что виноваты, безусловно, пешеходы, которые совсем не смотрят по сторонам. Вот такие сообщения. Спасибо, Захар. Наверное, виноваты эти и другие, но когда два случая буквально подряд происходят, это, наверное, уже не случайность, а закономерность. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Вы как думаете? Как повлиять на ситуацию? Я сам водительным работаю и вижу, как происходит. На дорожных, пешеходных переходах в основном. Вот сегодня был случай на НИРа и Перенсона. Сула группа детей в лет 10-й раз. Воспитатели были. И вот они идут, и воспитатели вообще ничего не объясняют. Вот они играют в пешеходном переходе, друг друга толкают. То есть все играют. Вообще все люди, вообще пешеходы, они как будто на игровой площадке просто. Игнорируют специально вообще автомобили, мотоциклисты. Сегодня такие мотоциклисты на Киеве. По центру города прям. Вот два байкера там. И он пролетит, и не заметишь нас. Надо пешеходам показывать, надо людям, детям. Не игру эту, а именно кровь. Именно конкретные отрывания ног, рук. Чтобы... Спасибо, но я думаю, что детям это показывать не нужно. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я по поводу... Хотел бы возразить первое ораторше, потому что наши автобусники, в принципе, большинство иностранцев. Права не получают у себя на родине. Адаптацию под наши правила они не проходят. Вот. Постоянно ездят по телефону, говорят. В зеркало не смотрят. То есть полный ужас. А что делает? Не первый случай такой, в принципе. Вот он сам говорит, что я пять лет права всего имею. В Красноярске ездит три года. Ну, почему работодатели на соответствие не проверяют сотрудников? У нас очень много профессиональных русских водителей. Я не против национальной розни. Есть профессионалы, которые можно платить, по большому счету. Правильно, хорошие деньги и квалифицированным специалистом, можно сказать, в этой области. Вот. И, в принципе, гонки вот это тоже устраивается. И вот едешь на легковой автомобиле, и так резко чпок перед тобой, вылазит автобус. Ну, никакой культуре вождения, в принципе. И я абсолютно, как бы, негативно отношусь к нынешней ситуации. Потому что в погоне за прибылью. Спасибо вам за ваше мнение. Эфир новостей ТВК подошел к концу. Сейчас блок полезной информации. А затем программа после новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok